ВООБРАЖЕНИЯ 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 Миша не спалось. Темнота – идеальный холст для живого воображения, и как бы он ни старался остановить стремительную кисть своей фантазии, но из мрака продолжали выплывать яркие, причудливые образы, по большей части пугающие. Стоило взгляду зацепиться за безобидную деталь, и мозг тут же дорисовывал зловещие подробности. Смутные очертания вешалки становились с угловатыми плечами скелета, а груда одежды на стуле – огромным клубком змей. Не спасало даже мерное урчание кота Степана, уютно устроившегося в ногах. Мама не позволяла коту валяться на кровати. Он грязь с улицы приносит, либо мой ему лапы, либо не пускай на постель. Но свободолюбивый Степан не собирался отказываться ни от одной из своих привилегий. Ни от самовыгула, ни от удобного чистого одеяла. И, конечно, он не позволил бы осквернить свои лапы купанием. Со Степаном было как-то спокойнее. Кот привычно запрыгивал на кровать, и Мишка радовался его приходу. У них было что-то вроде договорённости. Человек давал коту комфорт, а кот – человеку успокаивающую поддержку. Но не в этот раз. К мрачным Мишинам фантазиям, подогретым боязнью темноты, теперь прибавились раздражающие звуки за стеной. «Соседи тоже не спят», – подумал Миша. Он повернул голову в сторону шкафа, вслушиваясь в странные шорохи и приглушённые голоса. Сами по себе звуки были не страшные, но разгорячённое детское воображение уже работало на полную катушку. Оно лепило из этого незатейливого материала и пустоты – нечто пугающее. Теперь казалось, что голоса звучат угрожающе, и в соседской квартире происходит что-то нехорошее. Внезапно глухой удар в стену заставил дрогнуть с дверцы шкафа. Миша подпрыгнул на постели от неожиданности, а Степан насторожил уши. Больше из-за стены не раздалось ни звука, но в повисшей тишине кот издал тихое угрожающее рычание. Миша натянул одеяло до подбородка. Разглядывая в темноте смутный кошачий профиль, он понимал, что теперь не уснёт. Кот застыл и напряжённо всматривался куда-то. Это наводило такой ужас, что хотелось подскочить и включить в комнате свет, но сделать это Миша не мог. Вдруг проснутся родители и увидят его бледное напуганное лицо. Миша было стыдно признаться, что в свои 11 лет он всё ещё боится темноты. Особенно его беспокоило, что может сказать по этому поводу отец. Миша представил себе его тяжёлый, презрительный взгляд, которым он окидывает сына. А дальше... Ож лучше остаться в темноте, чем лишний раз столкнуться с воспитательными мерами папы. Так он лежал в наступившей тишине, пытаясь понять, что же видит и на кого рычит настороженный Степан. Только под утро глаза его начали слепаться, и он провалился в короткий беспокойный сон. За завтраком Миша без аппетита жевал только что приготовленные блинчики. Самая лучшая часть дня. Отец уже ушёл на работу, и они с мамой могли спокойно посидеть вдвоём за чашкой утреннего чая. Но после бессонной ночи Мишу не радовали даже эти приятные минуты. «Не выспался?» – спросила мать, взъерошив ему волосы. «Есть немного», – кисло улыбнулся Миша. «Соседи мешали. Тётя Света с мужем как будто ремонт затеяли ночью. Стучали чем-то». «Они в отпуск уехали», – уверенно сказала мама. «Там нет никого. Ты, наверное, перепутал. Если и шумели, то не у них». Рука Миши застыла, не днися блинчик до рта. «Там нет никого». «Есть совсем расхотелось». Миша засобирался в школу ни словом, не обмолвившись о своих ночных страхах. Не рассказывать же, что он, как маленький, дрожал под одеялом, и что другим свидетелем случившегося стал Степан, которого запрещено пускать на кровать. Не могло же ему это присниться. Миша задержался у соседской двери и неуверенно нажал на кнопку звонка. За толстой дверью послышалась тихая трель, а затем наступила тишина. Мишка немного потоптался на месте и поплёлся на улицу. Степан уже сидел возле подъезда, жмурясь от солнца, которое делало его и без того яркую рыжую шерсть, похожей на пламя. Встретившись с Мишкой взглядом, он медленно моргнул. Сейчас немного проводит его, а потом побежит по своим кошачьим делам. Из соседнего подъезда показался Ромка и приветственно махнул рукой. Они с Мишей учились в параллельных классах и всегда ходили в школу вместе. С мордой что? – заботливо поинтересовался приятель, бегло взглянув на осунувшееся и грустное лицо Миши. «Не выспался», – буркнул Миша, глядя, как Ромка чешет за ухом его кота, а тот довольно урчит и подставляет спину. Втроём они неспешно двинулись в сторону школы. Миша рассказал о странном ночном приключении. Услышанное за стеной он слегка приукрасил, зато умолчал о своём страхе, представив всё как довольно забавный и необъяснимый случай. На середине не совсем правдивой истории Степан, словно устав от бравады хозяина, отделился от них и скрылся в кустах возле соседнего дома. «И дверь не открыли, хотя я долго звонил», – закончил Миша своё повествование. «Квартира и правда пустует». «Полтергейст!» – глаза Ромы горели живым интересом. «Или воры поработали, пока хозяев нет. Дверь вроде целая». «Это же как надо ударить в стену», – задумчиво сказал Ромка. «Чтобы от твоего шкафа чуть с дверцы не отлетели. Скорее на проделки полтергейста смахивает». Они договорились пойти после школы к Мишке домой. Рома побежал на урок, оставив друга в некоторой растерянности. И как он сам не обратил внимания на такую странность? Действительно, что должно было случиться за толстой бетонной стеной, чтобы шкаф в его комнате сотрясло от удара? Конечно, про чуть не оторвавшиеся дверцы он приврал, но ведь они и правда дрогнули. У него вдруг возникла неприятная мысль, от которой захотелось отмахнуться. Либо удар в стену был таким мощным, либо всё происходило не за стеной, а в его шкафу. Это было невозможно. Эти неразборчивые голоса и шорохи могли доноситься только из другого помещения, но он вспомнил, как его кот настороженно всматривался в темноту, и внутри у Миши всё похолодело. После уроков Ромка встретил его на школьном дворе и нетерпеливо спросил. «Ну что, к тебе?» – пошли, – кивнул Миша. «Тогда географию прогуляю», – друг небрежно махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху. «Настрогаешь мне колбасы с хлебом и с майонезом, а то жрать уже охота». Мишка повеселел. Возвращаться одному в пустую квартиру, где по ночам происходит всякая чертовщина, не хотелось. Присутствие Ромки явно не помешает. Возле дома они увидели растянувшегося на солнышке Степана. При виде хозяина кот встал и потянулся, а когда дверь открылась, юркнул за ними в подъезд. Нагулялся. До прихода родителей оставалось ещё часа два. Мишка сделал несколько бутербродов для себя и Ромки, а миску Степана щедро наполнил сухим кормом. Музыку они включили так громко, что приходилось кричать, чтобы расслышать друг друга. В этой непринуждённой атмосфере все ночные страхи казались детскими и глупыми. Они смеялись и дурачились, сорили хлебными крошками и подпевали знакомым песням. Ромка выдрузил на голову Степана бумажный колпак, свёрнутый из альбомного листа, и кот удивлённо замер, скосив глаза наверх. Они так развеселились, что забыли о главном поводе сегодняшних посиделок – таинственной соседской квартире. Рома сказал, что помимо колпака Стёпке необходим какой-нибудь шарф, и хохочущий Миша открыл шкаф. Смех замер у него на губах, когда он опустил глаза. Снизу из-под висящей на вешалках одежды выглядывал новый и ярко-синий скейтборд. Миша недавно выпрашивал такое у мамы, но отец, как всегда, не позволил. Так что быть его здесь никак не могло. Не могло быть, но ведь вот он стоит на блестящей коробке всей рифлёной поверхностью, настаивая на своём существовании в Мишкином шкафу. Сюрприз, оставленный родителями? Нет, отец никогда сам не делал сыну подарков, и мама бы тоже не решилась на такую покупку, после того, как папа категорически ей это запретил. Тогда откуда? Полностью захваченный этими размышлениями, Миша пропустил посторонние звуки, раздавшиеся сначала из коридора, а затем и совсем рядом, у него за спиной. Очнулся он, только когда услышал резкий голос отца. «Да выключи ты эту чёртову музыку!» Миша втянул голову в плечи и обернулся, боковым зрением заметив, как Степан в дурацком колпаке со страху метнулся в шкаф. Отец возвышался над сыном, и под его взглядом Мишка весь съёжился, будто став меньше ростом. Вместо застывшего Миши музыку выключил Ромка. Пряча глаза, он поздоровался с папой приятеля, а потом засуетился, собираясь домой. Бросив Мишке робкое «пока», Ромка быстро ретировался. Так поступали все друзья Миши. Злого дядю Олега они не любили и побаивались. Отец медленно обводил глазами комнату. Мишка замечал, как его взгляд задерживается на оставленных на столе хлебных крошках, на грязной тарелке из-под бутербродов. И взгляд этот не сулил ничего хорошего. Не меньшую тревогу вызвало и то, что папа пришёл домой так рано. Он ещё целый час должен был оставаться на работе. Но отец был здесь. И отец был в ярости. Когда всё закончилось, Миша потирал пылающее ухо и ушибленный подбородок. Одной оплеухой на этот раз не обошлось. Папа явно был чем-то расстроен, поэтому просто сорвал злость на Мишке и даже забыл о традиционном допросе про школьные успехи. Как следует, отделав сына, отец уединился на кухне с бутылкой спиртного. Тогда-то Мишка и вернулся к своему шкафу. Распахнув дверцы, он уставился в привычное пространство, наполненное одеждой. Никакой коробки там не было. Уже не доверяя собственным глазам, Миша ощупал шкаф. Ладони скользили по гладкой поверхности нижней полки. Пусто. Ни коробки, ни скейтборда. А ещё кот куда-то пропал. Не было даже смешного бумажного колпака, который они ему смастерили. Стёпка тихо позвал он, и губы его затряслись. Какое-то чутьё подсказывало Миши, что кота он не найдёт ни в одной из комнат. Вытряхнув из шкафа все свои вещи и заглянув под кровать, Миша обнял колени и беззвучно заплакал. Папу уволили с работы. Миша понял это позже вечером, по напряжённому разговору родителей, доносящемуся из кухни. Мама говорила тихо, а вот подвыпивший отец соглашал их маленькую квартиру отборными ругательствами, понося, на чём свет стоит, начальство и бывших коллег. Досталось и матери. В чём заключалась её личная вина перед ним, понять было сложно, но отца уже понесло. Миша тихо сидел в своей комнате и пытался сосчитать по звонкому лязгу количество разбитых тарелок. Получилось около семи штук. В этом страшном спектакле одного актёра не было места для Мишкиного нытья по поводу пропавшего Степана. Свои опасения он мог прошептать только поздно вечером, когда заплаканная мама зашла к нему пожелать спокойной ночи. Она пробормотала что-то успокаивающее, мол, кот убежал на улицу, а Миша просто не заметил. Скоро вернётся, всегда ведь возвращается. Она погладила сына по голове и выключила свет. И снова комната погрузилась в темноту. После домашних скандалов Мишина фантазия работала с пугающей продуктивностью, наполняя каждый квадратный метр его спальни чудовищами. А после случившегося сегодня они роились здесь толпами, всё чётче проступая сквозь фатиновый мрак. И не было теперь тёплого урчащего Стёпки, чтобы ухватиться за него, как за соломинку в этом тёмном море кошмаров. Миша терпел. Нельзя включать свет и привлекать к себе внимание. И если и было что-то хуже вымышленных монстров, так это папа, когда у него плохое настроение. Он лежал бы так и до самого утра, не привыкать. Вот только, как и прошлой ночью, со стороны шкафа послышались приглушённые голоса. Мишка резко сел на постели и затаил дыхание. Голоса становились всё громче. Как-то слабо верилось, что бетонная стена, пропуская их через себя, выдаёт такой отчётливый звук. Больше было похоже на то, что они раздаются из-за тонкой деревянной перегородки. Когда он уже совершенно ясно стал различать отдельные слова двух ругающихся людей, сомнений почти не осталось. Между ними и Мишей только шкаф. Невероятно, но ему казалось, что это... его родители. А когда он услышал, как женщина испуганно выкрикнула имя отца, то подскочил и бросился к шкафу. Миша распахнул дверцы. На полу он сразу заметил тонкую полоску света. Его дрожащие руки раздвинули ворох, висящий на вешалках одежды, словно занавес. Так и есть. Между его комнатой и соседской не было стены. Глазам его предстали такие же створки, какие он только что открыл. Из щели между ними пробивался свет. Теперь он будто прятался в чужом шкафу. Миша протянул руку и толкнул дверцу. Яркий свет ударил в глаза, показывая Мише вовсе не соседскую, а его собственную комнату. Он словно подглядывал из шкафа за происходящим в своей спальне. Вот его кровать, письменный стол, знакомый ковер. На ковре ширится багровое пятно. Это с молотка, который отец держит в руках, накапала кровь. Она сочится также из раны на голове у матери. Мама лежит на полу, и её потускневший взгляд направлен на Мишку. Он попятился назад, та дверца, которой в стене не должно было быть, с грохотом захлопнулась, скрывая страшную картину, а потом и вовсе будто заросла. В одну секунду шкаф стал самым обыкновенным, но страшный образ отпечатался в мозгу и ясно стоял перед глазами. Миша заорал! Он тут же закрыл рот рукой. Его испуганный взгляд теперь бегал от ничем уже не примечательного шкафа к двери. Разбудил ли он кого-нибудь? Через пару секунд дверь в спальне родителей открылась. Мишка молился, чтобы это встала мама. В комнату вошел отец. Он включил свет и его злые красные глаза буравили сына. «Чего разорался?» прошипел папа. При одном взгляде на бледного Мишку было ясно, как он напуган. Может, если бы сын не мямлил и не заикался, волна бешенства не захлестнула бы отца так стремительно, но Миша нес какую-то околесицу про кровь на ковре. «Да ты тут трясешься, как девчонка!» ледяным тоном произнес папа. «Я что, вырастил трусы?» Миша еще успел подумать, что вчера ночью слышал за стеной что-то очень похожее. Именно такой могла быть последняя фраза, после которой раздался грохот, напугавший их со Степаном. Кулак, который прилетел ему в голову, впечатал Мишин с затылок в шкаф. Дверцы отдались знакомым дребезжанием, и в глазах все поплыло. Действительно, мощный удар. Так сильно отец еще никогда его не бил. На шум прибежала мама. Сквозь звон в ушах Миша слышал, как она кричит. Отец, кажется, и сам растерялся. Он явно не рассчитывал так его приложить. Папа виновата стоял в стороне, пока мать осматривала Мишкину голову и спрашивала, все ли с ним нормально. Мишка утвердительно кивнул, трогая то место, где теперь будет огромная шишка. Мама сказала, что нужно приложить что-нибудь холодное, и вышла, вытолкав отца из комнаты. Снова скандал на кухне. Но только теперь больше слышно было маму, а не отца. До Миши долетали отдельные фразы. «Мне все это надоело! Убирайся, Олег! Да он бы и не боялся темноты, если бы не ты!» А еще про развод и про то, что ей плевать, где папа будет сегодня ночевать, потому что если он не уберется прямо сейчас, то она вызовет полицию. Всегда такая тихая и робкая мама впервые по-настоящему вышла из себя. Она вернулась одна, и пока прикладывала компряс к затылку Миши, он удивлялся, насколько уверенно сделала ее злость. Ни один мускул на ее лице не дрогнул, когда в прихожей хлопнула дверь и папа покинул квартиру. Миша ничего ей не сказал про шкаф. Он и сам не мог поверить в реальность увиденной им сцены. Мама повторяла, что все у них теперь будет хорошо, и у него язык не поворачивался рассказать о жутком видении. Она уложила его в постель и сидела рядом, пока Мишка не уснул. На следующий день голова немного побаливала. Мама предложила ему остаться дома, но Мишка отказался. Хотелось глотнуть свежего воздуха и проветриться, поэтому он позавтракал и пошел в школу. Ему нужно было обдумать и переварить все, что случилось где-то в другом месте, а не дома. Ромка встретил его во дворе и тут же стал расспрашивать, что случилось. И про синяк на подбородке и сильно ли ему влетело от отца и самое главное, шалил ли соседский полтергейст этой ночью. На все вопросы Миша отвечал нехоти и односложно. Огорошить правдой Ромку он не мог, а выдумывать ложь не было сейчас ни сил, ни желания. Приятель еще попытался поддержать разговор, но потом отстал, видя угрюмую замкнутость Миши. Все уроки прошли как в тумане. Перед глазами стояла ужасная картина «Отец с молотком и убитая мать». Но все больше Мишу беспокоило другое. Весь его диалог с папой и то, как он ударился об шкаф, все это они слышали со Степаном в предыдущую ночь, как будто эта сцена разыгралась заранее за стеной у соседей. Миша вернулся домой и мама встретила его счастливой улыбкой. Заглянив в шкаф, сказала она. «Там для тебя сюрприз». Чувствуя внутреннюю дрожь от неприятной догадки, Миша пошел в свою комнату. Он открыл дверцу шкафа и уставился на уже знакомый предмет. Точно такой же скейтборд он видел вчера. Синий с красочной коробкой. «И это сбывается в отчаянии», подумал Мишка. «Я решила тебе его купить», радостно пропела мама. «Нравится это папе или нет? В конце концов я сама эти деньги заработала. Знаешь, все у нас теперь будет по-другому». Она поцеловала его в макушку и пошла на кухню разогревать ему обед. Миша бессиленно уселся на пол и прикинул, сколько примерно прошло времени между появлением вчера в его шкафу этого же скейтборда и пропажей Степана. Кот не заставил себя долго ждать. Минут через пять из темной ниши показалась рыжая морда все в том же бумажном колпаке. Его появление сопровождалось неприятным мужским голосом, раздавшимся как будто у соседей. «Да выключи ты эту чертову музыку!» Испуганный громким рявканьем, Степка метнулся прямо в Мишкины объятия. Подхватив кота, Миша тут же закрыл шкаф. Теперь у соседей происходило то, что уже успело произойти здесь. Сейчас соседский папа навешает соседскому Миши неслабых оплеух. Мысли Миши лихорадочно метались. Две ночи подряд шкаф транслировал ему события из будущего дня. Удар папы, скейтборд. А теперь круг замкнулся и там проигрывается прошлое. Только один последний кошмар, увиденный за дверцей шкафа еще не успел случиться здесь. Рука отца, обрушившая молоток на мамину голову. До позднего вечера Мишка не находил места от беспокойства. Он знал примерное время, когда все должно случиться. Нужно было не прогадать и позвонить вовремя. Если сделать это слишком рано, то полиция приедет до прихода папы и посчитает его маленьким лгуном. А если позвонить слишком поздно, Степан чувствовал его страх и тревожно заглядывал в глаза. Наконец, Миша взял телефон, закрылся в ванной и сделал звонок. Он сказал, что его папа сошел с ума и прямо сейчас убивает маму. У него молоток. Мне очень страшно, приезжайте пожалуйста. Отец появился почти сразу после звонка в полицию. Не слишком ли поздно я позвонил, подумал Миша до крови, прикусывая губу. За вещами, коротко пояснил папа, распространяя вокруг себя запах перегара. Немного пошатываясь, он двинулся по коридору. Увидев жену в Мишкиной комнате, отец зашел туда. Миша приоткрыл входную дверь, с тоской выглядывая на лестничную площадку. Из Мишкиной спальни уже доносились первые звуки начинающегося скандала. Отец увидел скейтборд, который мама купила сыну, наплевав на запрет. Папина ярость надвигалась лавина, и он орал, что разобьет чертову доску молотком. Стремясь выполнить свое обещание, отец побежал к полке с инструментами и достал то, чем собирался разделаться не только со скейтбордом. В это же время где-то внизу на лестнице Мишка услышал шаги. Папа разламывал мамин подарок, когда наконец показались люди в форме. Они быстро пошли туда, где отец уже готов был переключиться на жену. Олег услышал Мишка мамин крик и зажмурился. Этот вопль он слышал прошлой ночью перед тем, как «Выходим», скомандовал человек в форме. Они тащили упирающегося, разъяренного отца, а следом вышла мама. Испуганная, заплаканная, но живая и невредимая. Когда отца увели, Мишка бросился к ней в объятья. В следующий раз его родители встретились только в суде, когда разводились. Вскоре Мишка с мамой и котом Степкой переехали в другой город. Боязнь темноты у Миши совершенно прошла. Старая квартира была продана вместе со шкафом. Иногда он думал, кто теперь там живет и какие у них. Соседи. Автор Япи Шу. Оригинальное название Соседи. Надеемся на то, что ты оценишь эту историю в комментариях, высказав все за и против. Кстати, по случаю небольшого юбилея подписчиков на нашем канале, завтра ожидайте историю длиною в час. Она тоже не оставит вас равнодушными. Уверяю. До завтра скоро услышимся. Така .